Меня зовут Наташа Тачинская, я арт-директор, креативный директор и куратор курса «Креативное лидерство». На этом курсе мы два месяца занимаемся тем, что с одной стороны делаем диагностику вас как руководителя, с другой стороны делаем диагностику вашей команды, потому что я очень сильно верю, что из понимания и принятия реальности, какая она есть на самом деле, можно начинать какие-либо изменения. И моя сегодняшняя тема — лидерство нового времени. Последние 30 лет эта тема активно изучается за рубежом. В Украину она только доходит. И часто в достаточно искаженном виде для многих при слове «лидер» подступает, и возникает очень большой скепсис вообще к этому понятию. Для меня же лидерство лежит в плоскости отношений в команде. Это не одностороннее действие, направленное от руководителя к команде. Это про отношения лидера с собой, отношения сотрудников между собой и вот эту взаимную химию. Отношения в команде менялись временем, потому что менялась организация труда. Если посмотреть на революции, которые происходили, изначально это был такой аграрный уклад, где, собственно, отношения в команде и субординация выстраивались по такой немножко примитивной традиции. Затем случилась индустриальная революция, и все стало похоже на завод, конвейер, очень большой контроль и страх ошибиться. Затем произошла информационная революция, и здесь мы теперь живем, и все продолжает меняться все быстрее и быстрее. Если посмотреть на стиль управления и лидерства, который был характерен для индустриального времени, мы увидим желание полной предсказуемости. Страх ошибки. Соответственно, люди находятся под таким прессингом руководителей. И, естественно, это очень угнетает, и сотрудники не вовлечены в свою работу. Но таковы были реалии времени, и это работало тогда. Что же происходит сейчас? Не могу сказать, что наступило время без контроля, полная флексибилити, делаем, что хотим. Но стало понятно, что полная предсказуемость, она подавляет инновационность, креативность, спонтанность во взаимодействии внутри команды и синергию внутри. И возникла новая философия, вернее, название для этой философии, и ключевое слово здесь — адаптивность. Адаптивность и самой команды, и адаптивность лидера. Что же такое адаптивность лидера? Я решила это показать на примере двух таких веток, а точнее двух основных претензий, которые возникают к теме лидерства и к слову лидера и так далее. Первая боль — это то, что бывают обстоятельства, когда объективно я не могу быть таким идеальным, всепонимающим котиком-лидером, который будет суперэмпатичным, узнавать мнение каждого, и вот работать в таком, казалось бы, суперсовременном, адаптивном формате. Когда у вас пожар, вы включаете лидерство указательного пальца, то есть задача — вывести людей из горящего здания. И вы не будете проводить командную рефлексию, вы будете быстро раздавать команды. Поэтому данный стиль лидерства применим для этого контекста. Еще одна претензия, которая часто звучит, к адаптивному лидерству, такому чувственному, это степень прозрачности руководителя со своими сотрудниками. То есть рекомендация выращивать прозрачность и внутри компании, между сотрудниками, между руководителем и сотрудниками. Но если мы представим лидерство на уровне политики, и политическое лидерство, мы понимаем, что полная прозрачность иногда может иметь катастрофические последствия для общества. И здесь это хороший такой контрастный пример от команды семейного типа из 10 человек и государства. И вот спектр, такая палитра прозрачности здесь очень разная. Чем же здесь руководствоваться? Рекомендации исследований положатся хотя бы на две вещи. Первая — это win-win, то есть ваша степень прозрачности как руководителя перед своими сотрудниками, соратниками должна делать win вашим каким-то потребностям, хотя бы части, потребностям команды и общим задачам и целям организации. Если я понимаю, что моя большая прозрачность небезопасна сейчас для моей команды, я, естественно, буду немножко ее тушить. И второй критерий вот этой умной прозрачности — smart transparency. это по умолчанию действовать для высшей моральной цели. То есть мои действия, я это делаю для общего нашего блага или для каких-то только своих коварных интересов. Иначе это манипуляция. И вот манипуляция с адаптивным лидерством — это две разные дорожки. И еще одна группа таких вопросов, животрепещущих с точки зрения лидерства, это некая идеализация лидера. Вот какой он должен быть, какой я должен быть лидером, чтобы быть хорошим лидером. Ко мне приходят студенты в растерянности, потому что они понимают, что я человек, у меня есть мой характер, есть мое прошлое, есть мои стремления, есть какой-то идеал прописанный, каким нужно быть классным лидером, и я точно с этим не стыкуюсь. И в этой фрустрации крайне сложно действовать конструктивно и как-то расти, развиваться, верить в себя и верить в команду. И здесь мне хочется поддержать ребят, которые так думают, небольшой моделью про черты характера лидера и так называемые добродетели. В корне этого всего будет лежать аутентичность, о которой я еще упомяну. Итак, что это за модель? Эта модель разработана Ivy Business School канадской в содружестве с Андреем Рождественским, который наш украинец активно занимается вопросами лидерства на разных уровнях, преподает в Львовской бизнес-школе и очень классный дядька. Поэтому если он вдруг когда-то это увидит, ему большое уважение. Так вот он совместно с этой бизнес-школой разработали эту модель, перевели ее на наш язык и ей можно пользоваться, опираться на нее. О чем она говорит? Она говорит о том, что в качествах лидера есть три составляющих. Character, competencies, commitment. 3C, то есть черты характера, компетенции, чаще всего интеллектуальные, это то, на что мы обращаем внимание, когда берем на работу. Вот мы привыкли трекать по компетенциям. И commitment — это преданность. Там у нас вовлеченность лидера, его способность вдохновлять, его жертовность. Особенно качество жертовности, чем выше риски, чем больше масштаб вашей деятельности и политические лидеры этому пример, тем большее качество жертовности становится критически важным. И мы углубимся с вами в левую часть, которая про черты характера. Я хочу вам показать их просто, чтобы вы почувствовали, что лидером можно быть разным, и в каждом из вариантов есть вот та самая ваша аутентичность. Есть такой цветок из этих черт характера, их 10. И я покажу два примера, как это может выглядеть. К примеру, лидер номер один. Как вы видите, в центре всегда находится критическое мышление, то есть оно всегда включено, и я все свои действия как руководитель, все свои преобразования, развития, ценности, вижн, я пропускаю через критическое мышление, то есть оно у нас всегда включено. И вот у лидера номер один, у него есть, например, черта храбрости, прокачанная, она аутентичная, он это делает на автомате. Это он берет на себя высокие риски. В критических ситуациях просто на амбразуру, очень решительный, да, когда все там тушуются, и он проявляет это не потому, что нужно так делать хорошему лидеру, а потому что это часть характера, он по-другому не может, или она, да. Коллаборация. Это когда этот лидер на все смотрит, на все процессы, на все проекты, на выбор кандидатов, смотрит через призму, насколько будет классная коллаборация людей здесь, насколько им будет по кайфу вместе работать. Это не волк-одиночка, ему важно, или ей важно, да, работать именно внутри команды. Или, например, смиренность. Это черта лидерская, которая о том, чтобы признавать свои ограничения, в моменте это особенно сложно сделать, признать свои ограничения, где-то отпустить какой-то вопрос и двинуться дальше. И это часто очень непросто. И еще одна черта характера лидера номер один нашего, такого мифического, да, это подотчетность. Подотчетность — это когда, независимо от того, сколько тысяч людей работает в моей компании, и я там уже супер-пупер президент, мне абсолютно нормально, спокойно и естественно стажеру, если у него возникает вопрос, объяснить причинно-следственные связи своих решений. Вот мне это очень легко. Моя подотчетность вот течет спокойненько. И подотчетность также направлена вовне. Своей деятельностью я понимаю, что я как-то влияю на рынок, я влияю на страну, возможно, я влияю как-то на международный ландшафт. Соответственно, я осознаю последствия своих действий на уровнях, которые идут дальше меня. И вот в данном случае это лидер, у которого развиты вот эти качества больше всего. Остальные в такой слепой зоне, и как бы он сейчас ни рожал, ни крутился и так далее, ни насиловал себя, его сильные качества будут его аутентичными. И задача вот в этом адаптивном лидерстве, во-первых, узнать их для себя, какие они у меня лично, и на них ехать, их использовать во благо, опять-таки, своего и моей команды. Лидер номер два. Критическое мышление у нас включено, но здесь другие черты более развиты. Визийность. Визийность — это колумб, который ведет команду открыть новые земли, и вся команда уже хочет домой. И вот здесь нужно включать эту визийность, нужно напомнить, зачем мы здесь собрались, напоминать об изначальном видении вообще. И здесь драйв очень помогает. Это вторая черта. Это как раз у способности вернуть энергию в команду, либо всем одновременно, либо улавливать, кто в каком состоянии, и возвращать эту энергию индивидуально, помогать, да, хотя бы в этом. И драйв — это не обязательно круглосуточное хорошее настроение и веселье. Это больше в вашей позиции, в действиях. Справедливость, я думаю, здесь не нужно объяснять, да, вот когда она у вас сильно развита, вы не можете этого не делать, не замечать этого в команде и не помогать эту справедливость устанавливать. И нижняя, в нижней части находится такая классная черта, как целостность. По-английски это integrity. Это можно перевести как честность, как последовательность своих действий. И это очень похоже, собственно, на вот это понятие аутентичности, когда ты в согласии с самим собой, ты транслируешь наружу команде то, что ты на самом деле веришь. И вот эта последовательность внутреннего и внешнего, это как раз и есть эта целостность. По моему мнению, это одна из важнейших черт. Я бы ее тоже ставила в серединку, туда к критическому мышлению. Возможно, эта модель еще как-то будет меняться, и сможем это сделать. И вот если попытаться подытожить, как же это адаптивное лидерство в себе немножечко раскачать. Я бы выделила вот такую базу, на которую можно опереться. Первое, и это показывают исследования многочисленные и свежие, гарвардские, макинзи, о том, что вы можете сделать. Вы можете начать себя как руководитель и для начала себя вообще изучить. Кто вы, что вы хотите на самом деле, куда вы хотите двигаться, какие у вас эти черты, на которых вы можете долго и эффективно ехать. И, возможно, на какое-то время перестать себя насиловать по тем чертам, которые проседают, то, что принято называть, прям слабые стороны. Принять в этом себя. И на этом уровне открывается следующая возможность замечать других и принимать других. Это тот самый эмоциональный интеллект, когда у вас искренний интерес и вы можете использовать эмоциональную подоплеку отношений для вашей работы. И две еще вещи — ненасильственное общение и ассертивность. Я тоже бы добавила в эту такую копилку, на которой можно дальше строить и развивать себя как руководитель. Я бы хотела в конце показать два исследования. Первое — это Global Leadership Forecast 2018 года. То есть это прогноз по тем вызовам, которые ждут лидеров. Вышел уже forecast 2021 года, и там как раз последствия пандемии тоже обозначены. Но что интересно в этом forecast? Вы видите огромное количество стран, 25 тысяч руководителей, 26 отраслей экономики. То есть это разные, это не только креатив, и здесь нет такого искажения через какую-то призму одной отрасли. И это почти 2,5 тысячи организаций. Вопрос задавался, ну и что они исследовали? Какие вызовы ждут руководителей в ближайшем будущем? Я очень удивилась. Потому что я ожидала экономическая нестабильность, политическая нестабильность, кибербезопасность и все вот эти вещи. Два первых вызова – развитие будущих лидеров. И второе – привлечение и удержание ключевых лидеров. То есть в первом случае это лидеры лидеров. Когда растет организация, вы как руководитель тоже растете, но вы взращиваете или нанимаете людей, которые смогут с такими же ценностями и подходом дальше руководить. И касательно привлечения и удержания ключевых кадров, ключевых талантов – это тоже большая боль. И я считаю, что кроме каких-то очевидных материальных вещей, тема отношений здесь лежит вообще в корне. И для этого я хочу показать вам второе исследование. Это McKinsey сентябрь 2020 года. То есть это so far самое свежее. Они исследовали степень удовлетворенности жизнью и как на это влияет удовлетворенность вашей работой. Первый столбик, который слева у вас, это удовлетворенность жизнью, и в ней треть занимает удовлетворенность вашей работой. Следующий столбик – это мы укрупняемся на вот эту удовлетворенность вашей работой. Там в середине треть – это сама интересность работы, которой вы занимаетесь, а почти 40% – это отношения межличностные, которое есть в команде. Что же находится внутри межличностных отношений и их ценности, их эффекта на удовлетворенность вашей жизнью? А там 86% занимает отношения с вашими руководителями, ну с менеджерами, они это так называют, и только 14% занимает отношения с остальными сотрудниками. Давайте откатимся наверх, то есть для моей удовлетворенности жизнью мои отношения с моим лидером или с руководителями очень сильно фонят. И, соответственно, если стоит вопрос, что мне сделать со своей командой, чтобы ребята были более удовлетворенные, соответственно, это очень влияет на продуктивность, это очень влияет на профит. И есть знаменитное исследование 2016 года по этому поводу, которое показывает поразительные результаты. 25 лет они исследовали этот вопрос и показали, как качество отношений в команде и удовлетворенность работой влияет на профит для бизнеса. Но вернемся к отношениям. Мое большое искреннее желание, чтобы этому уделяли больше внимания и делали это осознанно. Я вам благодарна. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...